Сотни украинских моряков застряли в Греции, в тюрьмах, некоторые даже без предъявления официальных обвинений, а кто-то уже с приговорами на десятки лет за решетку. Почему украинцы оказываются в заложниках умедлительного и часто несправедливого греческого правосудия, и как им может и должно помогать наше государство, выясняла Елена Зорина. В Турции Валерию предложили устроиться механиком на корабль. Уже в пути, выяснилось, вместо груза на борту беженцы. Валерий получил 233 года тюрьмы. Теперь его единственная надежда – апелляция. Строгий режим, небольшие камеры с тяжелыми условиями содержания. Это коридолос – самоохраняемая тюрьма в пригороде Афин. Именно здесь сейчас находятся более двух десятков украинцев, обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов. Даже из-за съемки на телефон здесь могут быть проблемы. Добиться свидания с осужденными крайне сложно. Здесь, в тюрьме, брат Марины Анатолий. На этой неделе сюда приезжают украинские дипломаты. Просим их передать письмо для Анатолия от сестры. Толя, мы все тебя любим, ждем. Все, что можно в наших силах, все, что возможно, мы делаем для того, чтобы тебя освободили, ты вернулся домой. Держись. Крестник очень ждет его. И он, конечно, его не помнит, потому что последний раз виделись, когда ему только годик был. Но он знает, что есть дядя, и всегда вспоминает, и говорит дядя Толя. Мы заявили желание на встречу с девятьми гражданами Украины. Нас застерегли, что мы не можем иметь при себе, несмотря на дипломатичный статус, никаких телефонных или других электронных аппаратов. Нас застерегли от этого, чтобы мы не передавали никакие документы. Если мы хотим что-то сообщить, то мы можем сообщить. Без обвинения, обвиненные, по сути, заложники на кораблях. Еще почти три десятка украинцев уже не в тюрьмах, а на собственных суднах ждут решения греческих властей. Экипаж судна Меконг Спирита, это 16 одесситов, ждут уже десятый месяц. Их подозревают в незаконной перевозке оружия. Подписали контракт в крюинге, все как обычно, думали, что защищены, а на деле оказалось, что это все, никто на это не обращает внимания. На этой неделе на судне закончилось топливо. Моряки остались без света и воды. Вот такая вот темень у нас, это днем. Это вот остатки, то есть стекает все, ее нет. Ведра вода, в бутылках вода, то есть с них мы умываемся. Душ и зарядка телефона теперь в здании порта. И это только два часа в день на всех. С едой все еще хуже. Не работает плита, на которой мы все время готовили. Все продукты, как видите, они пропадают. Буквально завтра это уже кушать нельзя будет. Моряки голодают. Из запасов остались консервы, хлеб и круассаны. Лично у меня осталось всего их три. То есть это, грубо говоря, три завтрака, я еще могу себе позволить. Питьевой воды, которую нам поставили в последний раз, у нас ее осталось буквально с расчетом по бутылке две на человека. С нашим приездом морякам привозят топливо для генераторов. Его хватит на неделю. И это поможет хотя бы как-то существовать. Заработает одна плита, розетка и холодильник. Адвокат Моряков говорит, расследование, которое тянется столько месяцев, типичная история для Греции. Слишком много в деле документов. Но, утверждает Надежда, на скорое возвращение экипажа домой есть. На этой неделе я планирую подать запросы к греческому правосудию, чтобы пока идет досудебное расследование, им разрешили вернуться домой. Но с условием, чтобы они отмечались, например, в греческом консульстве в Одессе. Такая практика существует между странами Евросоюза. И, как правило, эти решения принимаются в течение нескольких недель. Пока моряки ждут и пытаются не унывать. Мамы, сестры, жены, дочери, всех с праздничком. Спасибо, хочу сказать своей маме за то, что она там держится. Мы вас все очень любим. О моряках и их скорейшем возвращении в Украину говорят всю эту неделю дипломаты. Встречи с представителями греческого МИДа, Министерства юстиции, с генеральным прокурором при Верховном суде. А те, кто помогает морякам, всерьез задумались над механизмом, как уберечь украинцев от подобных историй. Появилась идея, ну, я не знаю, организовать офисы, информационный офис в Одессе для моряки. И я буду разговаривать с украинским посольством, что когда есть проблема украинской моряки в Греции, мне надо дать информацию. И я через политику, сколько министров знаю, там в Греции буду помочь, сколько могу. Для нас это очень важно сегодня говорить, как в Украине, с точки зрения предупреждения граждан Украины, что это небезопасность, которая приводит к этих тяжелых наследствий. Для нас это очень важно говорить сегодня с греческим обществом, вести дискуссии, что на самом деле происходит. Их судно уже никуда не пойдет. Вон, все сгнило, везде одни дырки. Посмотрите, вот это когда дождь идет, это все прямо в каюту, и вся вода течет. Тазики ставим, чтобы все на проводку, все замыкает. Смотрите, одни дырки. За почти полтора года стоянки на Крите корабль сгнил, а моряки без документов уже теряют надежду. Очень сильно хочется домой, со всеми соскучились. Дома и семья ждет, и мать, а мы здесь находимся. Мама другого моряка Алексея узнала о судьбе сына из нашего предыдущего сюжета. Не хотел расстраивать ее, чтобы нервничала, переживала. Мам, я тебя очень люблю, не переживай. Скоро увидимся. Их подозревают в контрабанде сигарет, но и груз не забирают, и моряков не отпускают. Греки говорят, Украина – мафия. Кто вещи приносит на пароход, кто продукты. Мы приезжаем тоже не с пустыми руками. Сальцо! Сама салила. Смотри, что, смотри. Так всего я саливаю ножом. Мы за дворгоном сейчас первый раз попробуем своего родного салла. Заскучилось я так, что сама, что вы оказали. Спасибо, что нас не забываете. Спасибо каналу Интера. Очень круто, спасибо тебе большое. Помогают и благотворители, и дипломаты, кто чем может. Но когда моряки вернутся домой, пока сроков даже приблизительных нет. Из Греции Елена Зорина, Марьяна Бурякова и Евгений Каминский. Подробности недели, телеканал Интер. Елена Зорина сейчас на связи со студией подробностей недели. Лена, приветствую. Скажи, где ты сейчас находишься? И вот как ты считаешь, украинские дипломаты достаточно помощи оказывают нашим ребятам? Да, Алексей, добрый вечер. Мы снова находимся в небольшом городке Палеохора на острове Крит. И рядом со мной экипаж судна РС-97. Это ребята из Херсона, Харькова, Одессы. Уже почти полтора года они ждут своего возвращения домой. Вчера к морякам приезжали украинские дипломаты. Это консул и зам главы департамента консульской службы. Хочу сказать, что всю эту неделю они провели в переговорах с греческой стороной касательно судьбы моряков, застрявших на судах, а также тех, кто сейчас находится в греческих тюрьмах. Это были встречи с представителями МИДа, Министерства юстиции, генеральным прокурором при Верховном суде. Кроме того, на следующей неделе серия встреч продолжится. Приедут представители нацполиции, чтобы говорить со своими коллегами, также Министерство соцполитики, а также Международные организации миграции. И вот на корабль РС-97 дипломаты привезли продукты, воду, всё, что необходимо, также пообщались с экипажем. И вот предлагаю послушать то, чего удалось добиться по результатам переговоров. Нам подкреслили и наголошили на том, что экипаж не затриман, экипаж не подозрюванный, экипаж не в праве вольно пересуватися Греции, хотя не совсем так, потому что документы, которые посвящают особу, паспортивные вылечения. Греция подтвердила, что она абсолютно согласна с нами в необходимости финального решения. У нас запевнили, что в коротком часе будут сбалансированы все экспертные оценки что до вантажа, который есть на этом судне, и будет ухвалено решение. Продолжение следует... Вы сможете вернуться домой. Так ли это? Ну, конечно, мы теперь верим, после того, как господин Кирилльич объяснил ситуацию, мы теперь точно знаем, что скоро мы будем дома. Потому что мы находились в неведении, в каком-то сидим, когда, что. Теперь уже всё ясно, всё хорошо. Большое ему за это спасибо. Большое, огромнейшее спасибо консулу Украины в Греции, господину Итюкину Максиму Михайловичу, который с первого дня нашего нахождения здесь полёхали, проявляет огромную заботу, помогает психологически, морально, и самое главное, финансовую поддержку огромную. Находит он спонсоров. Большое спасибо, Максим Михайлович. Также хочу выразить большую благодарность товарищу Калергису, товарищу Бурбулису, вернее, господину уже теперь, наверное, Александру Дмитриевичу. Я хочу всех поблагодарить, чтобы никого не забыть. Александру Дмитриевичу большое спасибо за финансовую поддержку, которую он оказывает нам, и всем остальным людям. И товарищу Бурбулису за материальную поддержку тоже. Слава Богу, мы не остаёмся без продуктов, без питания. За это всем им большое спасибо. Есть ли какие-то подвижки вот всё-таки? Ну, мы же сейчас говорили, что сейчас будет ещё встреча. Конечно, мы надеемся, что в течение месяца, как нам пообещали, что надежды такие поддаются, что в течение месяца, может быть, в начале апреля мы будем уже дома. Так что всем до скорой встречи, всего доброго, всего хорошего. Сейчас пускай ребята, кто хочет, может быть, расскажут что-нибудь. Ну вот, пока пакуют чемоданы, можно, в принципе, передать привет. Привет, Дима. Вот его дома ждут двое маленьких детей, жена Дима. Да, я хотел бы поздравить с прошедшим 8 марта всех своих любимых женщин. Это жену, дочу, мам, уж их две, как бы, бабушек, тётушек. Всех с 8 марта. И, как бы, надеюсь, что скоро уже увидимся. Хочу поблагодарить от всех ребят, от всего члена экипажа, от Алексея, Дмитрия, Игоря, Фёдоровича, нашего капитана. Всех людей, кто непосредственно помогал нам вернуться домой, в Херсон. Мы скоро приедем. Ребят, я вам искренне желаю, чтобы на самом деле, вот, в следующий раз мы с вами встречались уже не здесь, а в Украине. Спасибо, Леночка. До встречи в аэропорту. До встречи в аэропорту. Алексей, ну вот пока такие новости. Спасибо, передай ребятам, что мы все их здесь очень ждём, и действительно верим, и надеемся, что эта встреча состоится уже очень скоро. Ну, Елена, от себя хочу поблагодарить тебя, ведь если бы, наверное, и не твоя работа, и твой вклад в эту историю, возможно, таких новостей хороших мы бы сегодня ещё не услышали, а услышали бы их намного позже. Спасибо. Моя коллега Елена Зорина из Греции была на связи со студией Подробности недели.